МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Самара ГИС совместно с ветеринарным центром Флагман Вет продолжают уникальный проект Зоопатруль. Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала выезжает вместе со спасателями, а также навещает четвероногих друзей, проходящих лечение. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 9 лет работы сотрудники центра Флагман Вет спасли сотни животных. Сотни приютили. В этот раз Зоопатруль расскажет о том, как из-за паводка в беду попадают сельскохозяйственные животные. И покажет одну спасательную операцию. Корова-рябина удивлена. Плавать по реке на плоту ей еще не приходилось. Зоозащитники перевозят буренку из затопленного хозяйства в Нефтегорском районе Самарской области. Вместе с ней в беде оказались другие коровы и теленок, лошадь, десятки свиней, коз и овец. Во время паводка вода начала прибывать очень быстро. Буквально за сутки превратив в остров-подворье, находящееся на краю села. На все просьбы о помощи фермеры слышали лишь один ответ. Техники, которая сможет к вам пройти, нет. Но потом они нашли телефон ветеринарного центра. С нами очень быстро он связался, запросил фотографии видео. Мы ему все это отослали. То есть у нас везде потоп, у нас свиньи там по колену в воде. Рассказали, где у нас есть более-менее сухие пока что места. Он спросил, что нужно. То есть на тот момент начали думать уже про плот и потихонечку делалось. Когда он подтвердил, я говорю, да, нужны бочки, нужна моторка с сильным мотором, с мощным. Он сказал, что все будет. То есть буквально через полтора-два часа нам, ваша команда, привезла бочки на моторной лодке. Они помогли делать плот, начали перетаскивать уже сразу эвакуацию свиней. То есть никто там тут разговор больно не разговаривал. То есть сразу начались действия. В затопленное хозяйство приехали спасатели из ветеринарного центра и волонтер, предоставивший собственную лодку. От жилья людей и животных до ближайшей суши было не меньше километра. Глубина, разлившаяся по улицам реки Самары, около полутора метров. Впервые мы работали на воде. Для нас совершенно новый опыт. И учитывая предысторию, которая происходила в Оренбургской области, за которой все мы наблюдались и старались чем-то помочь. Когда это коснулось Самары, мы не смогли, конечно, остаться в стороне. И когда мы узнали, что огромное количество животных, в том числе и сельскохозяйственных терпит бедствие, сорвались. Собственно, поехали сразу же в Бариновку. Эвакуацию начали со свиней, овец и коз. На моторной лодке перевезли даже теленка. Потребовалось четыре таких рейса с полной загрузкой моторки. На резиновой лодке этого сделать бы не удалось из-за сильного течения, ветра и большого веса пассажиров. Кроме того, на затопленных улицах под водой может оказаться все, что угодно, включая острые предметы. Наводнение – это большая проблема, на самом деле. Оставлять людей в такой ситуации без помощи, я считаю, это неправильно. Долго я особо не думал. У меня лодка готова к сезону, ее цеплять за машину, да поехали. Пока лодка с животными курсировала от дома до берега и обратно, строили плот. Прямо на месте из металлических прутьев сварили каркас, закрепили его на бочках. Посередине оборудовали деревянные мостки для расположения крупного скота. Уговорить буренку-рябину зайти на них было непросто. Да и в пути она периодически вела себя беспокойно. Двое спасателей расположились по краям плота и поддерживали конструкцию в равновесии. У капитана лодки было тоже немало сложностей. Это был сильный ветер, сильное течение по улицам, оно в разные стороны. И плот надо делать с учетом того, чтобы его просто не снесло в сторону. Навигация по улицам затопленного поселка – это намного сложнее, чем плавать по реке. Это и непредсказуемо, ты не видишь, что находится под водой. И течение в разные стороны, оно может быть и слабым, и сильным. Плюс порывы ветра может и лодку снести. Уже в конце пути в сгущающихся сумерках мостки не выдержали. И рябина оказалась в воде. В последние метры до берега ей пришлось проплыть самой. После чего ее ждал небыстрый путь на машине в Большую Черниговку. Больше, чем за 100 километров. Там буренку согласились принять на время. Мне кажется, что люди в такой ситуации должны объединяться, поддерживать друг друга. Мы плыли по улице почти наполовину погруженной в воду, но электроснабжение было не отключено. И в какой-то момент мы просто переглянулись и поняли, что мигают фонари. И подумали, что было бы очень интересно, если бы сейчас нас всех просто здесь убило током. Трансформаторные будки стояли ровно наполовину в воде. После того, как несколько десятков животных вывезли, хозяева смогли разместить оставшееся поголовье на небольшом пятачке суши, а тех, кто поменьше, и вовсе поднять на второй этаж дома. Вернуться в свой хлев копытные смогут не скоро. Сейчас в нем стоит ледяная вода. Но главное, что пока она больше не прибывает. Если же уровень воды начнет расти, команда ветеринарного центра вновь готова прийти на помощь. Если бы вода еще поднялась, либо замерзли, либо утонули, просто-напросто и все. На следующее утро после эвакуации животных оставшаяся в хозяйстве корова благополучно отелилась. Рябина, которую вывезли из зоны подтопления, тоже готовится стать мамой. Желающие принять участие в спасении животных, а также стать хозяевами собак или кошек, могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман-Вет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зо-Патруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь, и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы.